Идти к врачу, когда вас еще ничто не беспокоит, это нормальная практика для человека, который хочет оставаться здоровым как можно дольше. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok И вы получите ответы на свои вопросы. Я сейчас попытала Александра Владимировича и выяснила, что он еще и кардиолог, терапевт, то есть человек с огромными медицинскими знаниями. Александр Владимирович, давайте я про диспансеризацию уже заявила сегодня тема, но давайте мы выйдем из запечки. В России, насколько мне известно, есть четыре вида заболеваний, от которых чаще всего люди умирают. Это сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные и сахарный диабет. Это так? Вы знаете, это так и не так на самом деле. И вот то, что не так, это очень важно. Потому что ведь на самом деле нас, медиков, да, собственно, и общество интересует не просто от чего люди умирают. Прежде всего нас интересует так называемая преждевременная смертность. То есть то, от чего люди умирают преждевременно, рано, в трудоспособном возрасте. И если мы посмотрим разбивку причин смертности в трудоспособном возрасте, то на первом месте, вот в 20-м году сейчас окажется то, что у вас даже не было названо. Только не говорите, что коронавирусная инфекция. Нет, нет. Это смертность от внешних причин отравления и травмы. И мы все прекрасно знаем, какое отравление в России достаточно традиционно. На первом месте? На первом месте в трудоспособном возрасте. Да. И на самом деле это как бы может быть новелла в том, что во всех половых группах трудоспособного возраста, а среди мужчин трудоспособного возраста, как бы мы это знали, это уж достаточно давно. Вы про алкоголь сейчас говорите? Я говорю про алкоголь прямо либо косвенно, потому что все мы понимаем, что и травмы, и суициды, и гомициды во многом тоже связаны с ним. Поэтому вот ситуация такая, если мы говорим о трудоспособном возрасте. И еще один момент по смертности, который очень важно отметить. Смертность от одних и тех же причин в одних и тех же муниципальных образованиях у мужчин от трех до пяти раз выше, чем женщин. А это говорит о чем? Ровно о том же, о чем, собственно, говорит вот имперуемый тезис, что образ жизни, он играет колоссальную роль в состоянии здоровья наших граждан, и в том числе и в смертности. И здесь не только алкоголь, и какое-то рискованное поведение, и травмы, но и, кстати говоря, мы знаем, что мужчины очень не любят обращаться к врачам, очень запаздывают с этими обращениями. И это тоже одна из причин. Поэтому вот эти вот две цифры, сами цифры я не называю, но чтобы не путать телезрителей, но вот эти две тенденции про то, что мы реально видим, как образ жизни влияет не только на здоровье, но и на смертность. Это очень важно понимать и помнить. Ну, вы же не забыли, что вы пришли в программу «Звоните доктору». Да, у нас уже есть звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Когда откроется отделение ревматологии в городе? Мы погибаем, дома лежат. В городе не выезжает. Говорят, что некуда везти нас, а все закрыли. Чувство издевательства... О каком отделении ревматологии вы говорите? Отделение ревматологии хотя бы в Калинино, хотя бы в четвертой местном части. У нас больше нет нигде. Да, вопрос понятен, спасибо. Я не знаю, сможете ответить, Александр? Я не знаю, что он выезжает. В детстве Горубян кидают трубки. Мы поняли, да, спасибо. Ну, во-первых, я хочу, чтобы попросить оператора все-таки координаты, обязательно телезрительницы записать, чтобы мы с ней связались и дали более детальный ответ. Действительно, многие отделения, и все мы знаем, что больница Середаевина у нас была центральным ковидным госпиталем. Часть отделений были профилированы. Сейчас очень активно идет обратный процесс, когда возвращается функционирование других отделений. И, конечно, ну, мы все понимаем, что мы столкнулись с тем, с чем не просто мы не сталкивались, что не просто мы не знали, а с чем человечество не сталкивалось за всю свою историю. Именно в такой форме, вот в таком виде. Я не говорю, что это самое страшное, но это очень необычное явление и очень сложное явление для системы здравоохранения. Сейчас идет обратный процесс. Отделения возвращаются к своим обычным функциям. Мы уточним обязательно, скажем, когда ремотология будет открыта. Да, и помогите. Я надеюсь, наша телезрительница, которая звонила, оставила оператору свой номер телефона. И, по крайней мере, Александр Владимирович обещает, что мы разберемся и, возможно, сможем помочь каким-то образом. Итак, возвращаясь к заболеваниям, которые чаще всего наносят смертельно опасный урон, скажем так, населению. Вот вы, если с алкоголем, тут все понятно. Если ты пьющий человек, ты понимаешь, что ты в зоне риска. А как вообще большинству населения понять, что они в зоне риска по другим заболеваниям? Это вообще замечательный вопрос. Знаете, я, наверное, начну с примера. Не помню, приводил я ее когда-то в этой студии, но его можно привезти когда угодно. Вот представим себе мужчину лет сорока, который в молодости вообще вел активный образ жизни, даже занимался спортом. Лет до двадцати, конечно. Но сейчас, как, остепенился, поднабрал, сто с небольшим весит, конечно, проспорт. Но еще сильный такой, в общем-то, проблем особых не испытывает. Он курит, как все, пачку в день. Ну, пьет алкоголь, конечно, как все тоже, там, ну, пару раз в неделю. Голова у него часто болит, но давление он свое не знает по причине того, что никогда не измерял его. А холестерин он свое не знает по той причине, что слово этого не знает. Образ, на самом деле, довольно частый, как вы понимаете. И в обществе таких людей иногда, знаете, каким замечательным словом называют? Здоровичок. Ну, потому что он весь такой, как бы, он сейчас еще, как бы, может, знаете, там, килограмм пятьдесят-шеесять в рывке взять. Так вот, о чем я хочу сказать, что из десяти... Что он в группе риска? Не просто в группе риска. Я хочу сказать, что в ближайшие десять лет, а если вы помните, я сказал, что ему сейчас сорок, то есть до пятидесяти, трех из десяти этих здоровяков ожидает острая сердечно-сосудистая катастрофа, то есть инфаркт или инсульт. А один из десяти, к сожалению, не сумеет ее перенести. Вот перспектива, то есть этот человек находится в глубокой, высокой группе риска. Именно ради этих людей даже была создана отдельная диспансерная группа. Возвращаемся к теме сегодняшней нашей передачи. Вторая группа диспансерная, вторая группа здоровья, извините, оговорился, вторая группа здоровья, это люди с высоким и очень высоким абсолютно суммарным сердечно-сосудистым риском. То есть вот эти факторы, а я их теперь уже как бы, когда случай я описал, я их еще раз перечислю. То есть курение, избыточный вес, артериальное давление и липидный спектр крови, они действительно кардинально влияют на вероятность острой сердечно-сосудистой катастрофы. И почти все они бессимптомны до определенного момента. Вот это очень важно. Да, и человек чаще всего не знает и не интересуется этим. Поэтому, наверное, это один из вариантов пройти диспансеризацию. Ну а про бессимптомность онкологии это знают все, я думаю, мы сейчас не будем на это тратить все время. Да, давайте мы сейчас уже вплотную переходим к теме диспансеризации, к тому, что она возвращается к нам. Вернулась. Вернулась, вернулась. И как раз на эту тему сюжет. Состоянием здоровья Любовь Кравченко следит постоянно. Диспансеризацию проходит не первый раз. Тем более не надо сидеть в очереди, чтобы попасть на профилактический осмотр. Врачи принимают по предварительной записи. Машины-то профилактику делают, а человеческий организм, он еще нежнее, как говорится. Поэтому надо за собой следить всегда. Все больницы работают с соблюдением особых санитарных требований. На входе в медучреждение людям измеряют температуру. Маски и социальная дистанция – обязательное условие для приема. Обязательно пациент должен быть в маске. Ему обрабатываются руки. И пациент проходит в отделении медицинской профилактики. Пациенты попадают в отдельное отделение. И они полностью защищены от контакта с другими пациентами. Диспансеризацию в поликлиниках Самарской области возобновили по решению регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в связи со стабилизацией эпидситуации. Цель диспансеризации – профилактика и ранняя диагностика заболеваний. Одна из задач национальных проектов здравоохранения и демография, инициированных президентом – профилактическая работа. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечает особое значение раннего выявления болезней для сохранения здоровья и жизни людей. В послании он поставил задачу продолжать и расширять эту работу. Профилактический медицинский осмотр проводится людям в возрасте от 18 до 39 лет один раз в три года. В возрасте 40 лет и старше – ежегодно. В первую очередь это раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, это раннее выявление онкологических заболеваний, это то, над чем мы работали на протяжении последних, наверное, лет очень-очень активно, достигли больших результатов. И мы видим действительно, что ранняя диагностика, раннее выявление – это и своевременная высокотехнологичная помощь, оперативная помощь, и это в конечном итоге продление жизни наших пациентов. Записаться на диспансеризацию можно на сайте госуслуг. Работающие старше 40 лет с 11 августа этого года могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения медосмотра. Эта программа «Звоните доктору» 202-11-22, телефон прямого эфира. Ваших звонков ожидает Александр Муравец, главный врач Центра медицинской профилактики. И мы уже продолжаем отвечать на звонки. Алло, здравствуйте. 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 Хотел бы уточнить, мне нужно сделать с ним коленотокного сустава, только коленотокного сустава виноват, вот, в цифровом варианте, чтобы отправить этот результат в город Киров для дальнейшей операции. А проблема в чем? Ну, у меня, значит, опрос коленотокного сустава, значит, плохо хожу я, поэтому я одну коленоток уже сделал, значит, в Кирове. А скажите, в чем вопрос? Сейчас мне надо посылать. Что вы хотите, в чем вопрос? Я хочу сделать снимок в цифровом варианте послать город Киров для операции коленного сустава. Мы это поняли, в чем вопрос? А мне отказывать, понимаете, у нас там, значит, то карантин, то, значит, все равно не берет это самое. Меня направила четвертая наша больница, я живу в Охтябрьском районе, а мы не делаем такие стильки. Все, мы поняли, да, да, спасибо большое, мы поняли вопрос теперь ваш. Будьте добры, тоже, наверное, попросим оставить ваш номер телефона. Ну, я практически уверен, да, что эту проблему решить можно именно сейчас. Ну, во-первых же, не просто карантин, а действительно был карантин. Это мы все знаем, да. И в том числе и в связи с новой коронавирусной инфекцией была проведена огромная работа по переходу на цифровой контур работы с медицинскими изображениями. Поэтому я думаю, что на самом деле возможностей для получения цифрового снимка сейчас будет только больше, а не меньше. Вот сейчас, ну, а координаты, пожалуйста, потом передайте, да. То есть это, конечно, решаемый вопрос. Сейчас очень много сделано для того, чтобы можно было обеспечить повторное чтение снимков, быструю их передачу цифровую. Да, ну, то, что, о чем... Александр Владимирович, ну, поскольку у нас все-таки скорая телевизионная помощь, я вас попрошу вот этот вопрос тоже... Конечно, конечно. ...раз уже вы сегодня дежурный врач в нашей истории, разобраться. И так, диспансеризация, ну, во-первых, что это такое, наверное, может быть, не всем и понятно. Значит, да, на самом деле есть два понятия. Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр. И вот взаимоотношения между ними тоже... В чем отличие, да? Это не отличие. Профилактический медицинский осмотр проводится в те годы, когда диспансеризация не положена, не должна проводиться. То есть это возможность провести чуть в меньшем объеме. И он же является компонентом диспансеризации, он находится внутри нее в те годы, которые подлежат диспансеризации граждан. Поэтому, соответственно, граждане до 40 лет, до 39, да, они имеют право на ежегодный профосмотр и диспансеризацию раз в три года, а начиная с 40 лет на ежегодную диспансеризацию. Да, и что входит в комплекс? Да, туда и туда. Значит, ну, знаете, сразу скажу, что я не буду говорить слишком детально, потому что подчеркну, что у нас есть две половые группы, три возрастных группы. Между ними тоже есть. Да, и везде есть специфика. Но концептуально я поясню. Профосмотр – это базовые вещи. Анкетирование, антропометрия, то есть это рост вес и всякие расчеты из них. Артериальное давление, глюкозы крови, холестерин, электрокардиограмма, глазное давление. Ну, наверное, практически все сказал, да? Вот это базовые вещи – профилактический медицинский осмотр. Дальше диспансеризация. Что добавляется? Добавляются онкоскрининги в первую очередь. Для женщин – это маммография раз в два года и мазок с шейки матки раз в три года. Для мужчин – это простатспецифический антиген раз в пять лет, начиная с 45. И также фиброгастроскопия для обоих полов однократно. И для обоих полов раз в два года кал на скрытую кровь. И это я, конечно, перечислил не все, но вот просто базовое. И это составляет так называемый первый этап диспансеризации. Так, а второй? В чем смысл первого этапа? Его люди проходят не в соответствии со своим состоянием здоровья, а в соответствии со своим возрастом и полом. А второй этап проходится в соответствии с результатами первого этапа. Там назначаются дополнительные специализированные обследования, чтобы уточнить диагноз. То есть, если все хорошо, анализы все в норме, то первый этап – до свидания человеку. То будет определена группа здоровья или группа диспансеризации. Если есть какие-то проблемы, то обследование продолжается. Отлично. Решил человек пройти диспансеризацию. Что ему нужно сделать? Значит, диспансеризация, она, это тоже нужно понимать, территориально привязана. То есть, он не может пройти ее где угодно, по крайней мере, сейчас пройти. Он и должен в том лечебном учреждении, в поликлиническом, к которому прикреплен. Для этого нужны два документа – полис ОМС и паспорт. Вот, многие говорят, а вот зачем два? Ну, это чисто технический момент, не связанный со здравоохранением, а просто у нас в России общее правило. Если документ некий, базовый, без фотографии, то паспорт к нему чисто по здравому смыслу должен быть. Вот поэтому все-таки два документа получается. И, наверное, я остановлюсь на той специфике, которая есть сейчас, потому что сейчас именно в связи с новой коронавирусной инфекцией некоторые изменения. Значит, вот этот телефонный звонок, он принципиально важен. Две вещи будут решены в рамках этого звонка. Во-первых, будет выбрано время, удобное, чтобы не создавать очередей, удобное для пациента, для учреждения, потому что очереди сейчас недопустимы. Во-вторых, пациент будет опрошен по ряду симптомов подозрительных на ОРВИ и новую коронавирусную инфекцию, и если они есть, то ему напомню, что сейчас идти нецелесообразно. Плюс активно на этом этапе снятия ограничений мы не приглашаем лиц старше 65 лет временно, но скоро будем их приглашать по мере дальнейшего снятия ограничений. То есть это вот телефонный этап и его смысл. Я правильно вас поняла, что человек должен позвонить в регистратуру? Да, да, своей поликлинике. А теперь прервемся, поскольку наш зритель позвонил к нам. Добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. А мне вот 70 лет, когда я могу пройти здесь специализацию? На следующем этапе снятия ограничений. Вот сейчас у нас второй этап, как наступит третий, то вас пригласят для покровения. А каким образом, да, узнают? Слушайте, это на самом деле решает оперативный штаб по течению. Есть особые индикаторы, по которым замеряется ситуация с эпид-процессом в Самарской регионе. Вот, наверное, сейчас я не буду вдаваться. Там три базовых показателя, много дополнительных. Как во всей России происходит. Идет поэтапное снятие ограничений. Я по-другому сформулирую. Как только будет принято решение, что для вас это безопасно, то вам позвонят из поликлиники. Правильно я? Ну, да, не обязательно из поликлиники. Из страховой компании или СМС. И будет информация, опять же, в СМИ, тоже телевидение. То есть это мы вот когда будем говорить о оповещении, разные способы. То есть это произойдет на следующем этапе снятия ограничений. Когда этот этап случится, к сожалению, наверное, сегодня пока никто не скажет. Ну, мы пока, скажем так, оптимистично настроены. Мы провели у себя в соцсетях такой опрос на тему, как часто вы проходите диспансеризацию. Давайте, во-первых, познакомим с этим, с результатами. Вот нам, пожалуйста, на весь экран. Да, не очень хорошо видно. Да, отсюда не очень хорошо видно. Мне совсем плохо. Вот. Значит, максимальное количество проголосовавших сказали, что нет. Они не хотят тратить на это время. Да, прошел однажды, больше не буду. Да, боюсь узнать что-то страшное. Это как раз самый маленький процент проголосовавших. И не хочу тратить на это время. Большое количество проголосовало. И что такое диспансеризация? Тоже ровно столько же. Но что такое, мы уже объяснили. Так вот, я бы хотела с вами обсудить. А что вы думаете по поводу того, что люди пишут, нет, не хотим тратить на это время? Ну, на самом деле, я немножко начал отвечать. Просто не все, возможно, заметили, что я начал отвечать на этот вопрос. Я не знал, что этот вопрос поступит. Вот про здоровячка-то помните историю? Люди не совсем понимают концепцию скрининга. Я знаю, о чем беспокоятся эти люди. Они приходят на диспансеризацию и говорят, а где же, уж не говорим о МРТ, ну где же, например, УЗИ, говорят они. Но я вот сейчас хочу обратиться к нашим гражданам, которые очень образованные, и они, ну, в хорошем смысле, я без всякого сарказма говорю, и они все проходили УЗИ. И я прошу их вспомнить. А УЗИ они проходили всего или чего-то определенного, когда они проходили? Дальше я хочу вспомнить их, это только про УЗИ, один пример. Про то, что когда они проходили УЗИ органов брюшной полости, их долго мучили о том, какой должен быть кишечник, что он должен быть совершенно пустой. А если они проходили ультразвуковое исследование органов таза, то их долго мучили чем-то обратным, чтобы мочевой пузырь у них был полный. Так о каком же УЗИ мы говорим? Есть концепции скрининга, во всем мире принятые, что когда приходит человек здоровый, с неизвестным статусом, ему проводятся быстрые, простые, массовые, неинвазивные или малоинвазивные, но нетравматичные для него исследования, которые позволяют на что-то получить однозначный ответ. То есть есть этот риск или нет. А по итогам этого производится уточняющая диагностика намного более технологичными методами. Но эти технологичные методы требуют настройки, подстройки, выбора датчика, режима, подготовки. И вот это иногда не понятно. И еще раз вернемся, третий раз к этому здоровяку. Вы понимаете, его достаточно было опросить, измерить ему давление, холестерин и глюкозу, что вообще говоря, входит даже в профосмотр, а не в диспансеризацию. И мы бы узнали, что он находится в группе крайне высокого риска. Для этого он же должен был прийти на диспансеризацию. А дальше, еще два слова про скрининги, про онкологию. Тоже не надо так легко относиться. Да, кому-то может показаться методов немного, но даже вот за последние годы все изменено, изменено для наших граждан, скажем так, недешевым образом, и чтобы существенно повысить эффективность. Прямо на вскидку берем. Маммография введена, обязательное двойное чтение. Это что значит? Александр Владимирович, вот простите, пожалуйста, сейчас вас перебью, но просто человек уже давно ждет для возможности задать вопрос. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Вопрос можно задать? Конечно. А у меня вот какой вопрос. Я хочу тратить диспансеризацию, но дело в том, что я работаю вовсе, и работаю каждый будний день с 9 и до 6 вечера. То есть все рабочее время я нахожусь на работе. Вот в связи с этим у меня вопрос, в какое время и вообще как мне тратить диспансеризацию, если я работаю, то есть не так же, как работает поликлиник. Спасибо, отличный вопрос. Значит, отличный вопрос. Мы, смотрите, до пандемии у нас практически все учреждения ввели часы диспансеризации вечерние до 20 и субботние. Сейчас я не уверен, что уже все возобновили, но это безусловно будет сделано. Мы прекрасно знаем эту проблему. Очень плотно работаем с учреждениями, чтобы они максимально оказывали услуги в вечерние часы и выходные дни, и, скажем так, хвалим те учреждения, которые показывают высокую обращаемость в вечерние часы и выходные дни. То есть проблема такая есть, и большая работа ведется именно в плане повышения доступности медицинской помощи для работающего населения. Конечно, это приоритет работающего населения. А работодателю что-то такое свыше сообщается? Ну, во-первых, работодателю Трудовой кодекс принят. И, кстати говоря, граждане имеют до 40 лет раз в 3 года день бесплатный для прохождения диспансеризации, а 40 лет ежегодный бесплатный день к отпуску, который присоединяется, в смысле не бесплатный, а наоборот оплачиваемый день, который они могут брать для прохождения диспансеризации. Это закон Российской Федерации. Но мы-то говорим даже не только об этом, о том, что лечебные учреждения стараются максимально здесь вот пойти навстречу. 202.11.22. У нас есть еще немножечко времени. Вы можете позвонить доктору. А доктор у нас сегодня Александр Муравец, главный врач Центра медицинской профилактики. Мы говорим про диспансеризацию, про техосмотр организма. И, в общем-то, мы уже выяснили, что, ну, в принципе-то ничего сложного, да? Пришел, проходишь осмотр. А знаете, вот мне кажется, что дело-то очень важное и нужное, ну, не задуманное, а уже реализуется давно, да? И это, безусловно, забота государства. Но, как в любом деле, все же зависит от человека. И, наверное, где-то действительно это проводится формально. Может быть, поэтому люди и пишут, что нет, проходил, но больше не пойдет. Конечно. Ну, вот как любое дело, я хочу сказать, это зависит, на самом деле, не от человека, а от двух человек. Того, который проводит и того, который приходит. То есть, еще раз подчеркну, что мы будем и дальше активно работать с отраслью здравоохранения, чтобы качество и доступность медицинской помощи в целом и диспансеризации, в частности, повышалось. Но никакие наши усилия не сработают, если граждане просто не будут приходить. И я вот тогда, наверное, все-таки закончу свою мысль, что изменена технология чтения маммографии. Кал на скрытую кровь, а, кстати говоря, международные эксперты по доказательной медицине говорят, что кал на скрытую кровь – это та интервент, то исследование, которое может спасти наибольшее количество жизни в развитых странах. Мы сейчас про онкологию здесь говорим. Да, говорим про онкологию. Кардинально изменена технология. То есть, со старой бензиндиновой пробы используется иммуногистохимический метод, дорогой, чувствительный и эффективный. Изменена кардинальная окраска мазка шейки матки, используется окраска папа Николау, которая повышает диагностическую значимость исследования. И если просто кого-то интересуют цифры эффективности, я хочу сказать, что, допустим, ну давайте возьмем 19-й год, который вот был полный, порядка 93 тысяч заболеваний было выявлено. Во время диспансеризации. Да, 26 тысяч сердечно-сосудистых, почти 1993 онкологических, и большинство из них на ранней стадии. Я думаю, что цифры очень впечатляющие. Давайте попробуем последний звонок еще принять, наверное, сегодня. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Нет, видимо, что-то не случилось. Александр Владимирович, я хочу вас как доктора, вот наверняка же вы не сапожник без сапог, каждый доктор просто обязан быть здоровым и не имеет права болеть. Есть ли у вас какой-то свой личный, секретный рецепт здорового образа жизни? Ну, про себя рассказывать длинно не люблю, но скажу коротко, что за последний год... Нет, главное, секрет нам выдать. Да, сейчас я выдам, да, секреты, их несколько. Я за последние несколько лет похудел больше, чем на 10 килограмм. Я встал на коньки после 40, я пошел в бассейн после 40, я стал бегать после 40. Берем звонок? Давайте, конечно. Берем тогда, на самом интересном, тем не менее. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Дайте, пожалуйста, вот у меня, добрый вечер, аллергия, добрый вечер. Добрый вечер. Ибронхиальная астма. Можно мне сделать, можно ли сделать мне прививку от гриппа или нет? Да, спасибо, мы поняли вопрос. Давайте, наверное, как поступим. Ну, мы, индивидуальные клинические рекомендации не даются в рамках телевизионной передачи. Конечно, вам надо проконсультироваться с вашим врачом в поликлинике. Я сразу скажу, что может быть и да, может быть и нет. Скорее, возможно. Это зависит потому, что от того, какая аллергия и какая бронхиальная астма, вот, поэтому я, к сожалению, здесь не возьму на себя ответственности. Ну, разумеется. Да, это индивидуальный вопрос, да. То есть в любом случае, доктор. Но я хочу, наверное, раз уж телезрительница нам напомнила, сказать, что важность прививки от гриппа в этом году, она всегда была велика в этом году в условиях новой коронавирусной инфекции, это чрезвычайно важно. И по всем прогнозам и грипп-то идет не очень простой, довольно тяжелый. И, конечно, нам сочетание не нужно этих инфекций, поэтому я призываю всех активно. Александр Владимирович, вот раз уже мы сегодня говорим обо всем и сразу, то следующая наша программа как раз будет посвящена вакцинации. Я надеюсь, мы попозже, подробнее через неделю об этом поговорим. И у нас прям вот минута, еще два слова про здоровый и образ жизни. Так вот, значит, на самом деле дело не в секретах, а дело в выполнении. Мы провели фантастический проект в Самарской области «Живи легче», причем провели его уже повторно в городе Сызрани потом. И оказалось, что у нас без секретов похудели порядка 70% участников проекта, причем сильно, значимо похудели. Те люди, которые не могли похудеть никогда. Люди занятые, люди работающие в правительстве, люди работающие в ведомствах, когда они никуда не успевали. И когда мы проанализировали, а почему же они не могли похудеть раньше, выяснилось, что следование любым рекомендациям у нашего обычного человека, оно обычно не то, что там месяц, да день-то нет, дня-то нет. Обычно, да, все наши добрые пожелания, и это с утра мы это решаем. Один раз потом что-то происходит на работе, мы про это забываем. Все, Александр Владимирович, мы прощаемся с нашими зрителями. Ваш секрет, надеюсь, узнаем в следующих программах. Надеюсь, да, в следующий раз хорошо. Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова